В одном из детских садов Чебоксарского района больше 30 лет не меняли окна. А водонапорную башню в селе Акулево местным жителям приходится ремонтировать своими силами каждую неделю. Такие проблемы озвучили жители Чебоксарского района, председателю госсовета Чуваши Альбине Егоровой и уполномоченным правам человека в республике Надежде Прокопьевой во время приема по личным вопросам. Как планируют их решать, узнавала Ольга Пырочкина. Село Синьяло Чебоксарского района. Детский сад Пепке. В переводе на русский – малыш. Его построили около 30 лет назад. За это время ни разу не меняли окна. Воспитатели рассказывают, каждый раз, когда открывают форточку на проветривание, боятся, что обратно закрыть уже не смогут. Ну а родители каждую осень до сих пор вынуждены заклеивать щели. Об этом рассказала Светлана Сметанина. Крама деревянная, мурки продувают, очень холодно даже. Во многих детских садах замена окна уже произошла, так что у нас до сих пор нет. В бюджете на следующий год по указу главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения на образование предусмотрено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. На образование сегодня выделяются очень большие средства, в том числе на ремонт 40 детских дошкольных учреждений. Я надеюсь, что район, получив эти суммы, именно по линии образования, включит детский сад Пепке именно на замену окон. О распределении денег в районе уже подумали. Капитальный ремонт садика Пепке запланирован на 2020 год. Замена окон в перечень работ тоже входит. Сметьте, увидим полностью уже проекты документации по капремонту. Сколько там окон мы сможем освоить на эти, выделить деньги? 100% или не 100%. Те помещения, где дети спят, занимаются, в первую очередь эти помещения включить. В селе Акулево часто возникают перебои с водой. Дело в водонапорной башне. Пожаловалась деревенская староста. У нас очень худая башня. Там обслуживают две деревни. Ремонтируем, там варим, там варим. Все за камней звонят по всем вопросам. Воды нет, камней звонит народ. Реконструкция водонапорных башень, а их в республике 1400, тоже предусмотрена в рамках указа. Именно на ремонт водонапорных башен выделяется для сельских населенных пунктов 200 миллионов рублей в республике. Сегодня сельское поселение должен через администрацию района заявиться на ремонт этой башни. Сметную стоимость должен делать, в принципе, и успеть, чтобы попасть в эту программу. Еще один вопрос. Возможность оплаты услуг по вызову мусора в районе без комиссии. На выездном заседании госсовета этой осенью региональный оператор пообещал открыть в Кугесях представительство. Почему этого до сих пор не сделано, выясним, сказала Альбина Егорова. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.